Об этом еще скажу в конце, если вдруг счет 2-0 будет. Не этой карты, а конкретно всей серии нам придется переключиться на другой канал. Сейчас мы на канале C находимся, но придется нам перейти на канал под номером B. Так что я обязательно всех предупрежу, и ссылку также скину на тот канал. Поэтому там небольшая будет пауза между матчами. Буквально там 10 минут с учетом 5-минутной задержки. Плюс пока там команды стартанут. Но если вдруг карта завершится с счетом... Вернее, эта серия завершится с счетом 2-0, то тогда мы наверняка еще ждать будем. Потому что по расписанию тот матч должен начаться только лишь в 2 часа ночи по московскому времени. Сейчас почти час. Ну, если 2-0, вы понимаете, что наверняка придется подождать немного. В любом случае, все анонсы будут в группе Dota2.ruhub. Также в Твиттере. Там вы всегда сможете все это найти. Итак, пятый банный. Есть это Seeker и Viper. Viper решили убрать. В этот раз SG не хотят. Второй раз против него сражаться. Monkey King здесь керри для команды Infamous, судя по всему. Ну, еще есть, конечно, вариант с Monkey King четверкой и Рубиком пятеркой. Шейкером сложный. Но тогда Магнус Медовый. Нет, все эти варианты мне абсолютно не нравятся. SG забирает себе Арквардена. Они с ним также уже играли. И также играли очень успешно. Я не являюсь фанатом этого героя, однако забывать про его существование, конечно, нельзя. Ну что, пятый пик от Infamous. Теперь они могут сами подстроиться под этого Арквардена. Посмотрим, насколько хорошо им это удастся сделать. Ну, я все-таки склоняюсь к тому, что остался мидер, которого они сейчас доберут. Здесь же понятно, что пак пойдет сложный. Вообще, такой пик получился у SG, что нужно очень активно выступать с Ember, с Bounty Hunter, с Bain, зарабатывать деньги. Ну, вот какой-то массы такой жесткой, которая позволит им зайти на HG, я не вижу. У меня такое чувство, что Infamous по силам эту карту забрать. И пик мне их нравится больше в этот раз. Еще и штормом это все закрепляют. Вообще, как с ним здесь справляться? Есть, конечно, Disable, их достаточное количество. То есть, самое главное, Bain. Но шторм рано или поздно покупает Собелинку, либо же БКБ, либо же то и другое. И тогда этот шторм может стать неуловимым. По линиям, я думаю, все стандартно. В сложную отправится Магнус. На миде будет стоять Лео Стайл на своем шторме, Шейкер и Саппорт. Связка Саппортов. И Бенджас сыграет на Кири Манки Кинге. В SG и Спортс тоже все понятно. Фодиэр пойдет в миддл на Ember Spirit. Липосов сложный будет стоять на паке. Ну, надеюсь, на паке он исполняет поинтереснее, чем на Энигме. Варден будет стоять в легкой линии. Ну и, конечно, связка саппортов Bain и Баунти Хантер. Поехали. 1-0. Нет права на ошибку больше у Infamous. Серия до двух побед. 1-0. Впереди SG. Сразу же опять используются телепорты, чтобы поставить варды. Тут все понятно. Ну вот Баунти Хантер. Посмотрим, выпадет ли он из этой игры. Либо же благодаря ему сноуболам так пройдутся по сопернику. Показали, что замечен был Баунти Хантер. Вряд ли он пойдет отжимать руну. Наверняка с М3 варды есть. Я надеюсь, здесь его нет. А вот здесь? А вот здесь есть. И если Рубик туда сейчас подойдет, то Баунти Хантеру нужно быть аккуратным. Но он в любом случае издалека должен как-то прокликать Рубика. И тогда подставляться не будет. Не будет. Тем более он на хайграунд зашел, как мы видим. Пак, в принципе, на этой линии стоять может. Да, убить его реально, благодаря большому количеству дизейблов. Но так, чтобы совсем Экспуни получал, наверное, не будет подобного. Что касается Магнуса, тоже герои не самые лучшие для того, чтобы отгонять. Сантри Вард был отдан Шейкеру. И руну не получилось взять никому лишнюю. Баунти Хантер сразу же отправляется напрягать Шторма. И лишается практически полного запаса баны. Так что... Не знаю, будет ли он эффективным в этой игре. Сейчас, скорее всего, отправится ближе к Миду помогать. Хотя, может, и в сложный где-то Рубика поподрезать. Это все... Мы с вами узнаем в ближайшее время. Здесь Йонгву пошел сразу бить Липосу. А вот так, вместе с Баунти Хантером, отдать Орб, опрыгнуть, а убить. А почему бы и нет? И Баунти Хантер должен бегать быстрее. К тому же есть... Орбофеном. И вот такой Ферстблат Липоса забирает его себе. Снова для него старт удачный. Как и в прошлый раз. На Миде, тем временем, противостояние двух Спиритов. И... Даже не знаю, у кого здесь будет преимущество. Один на один, наверное. И тот и другой стоят. Друг против друга хорошо будут стоять. Крипов бить. Но вот Шторм за счет того, что он все-таки... Персонаж Ринджовый имеет некий перевес. Я думаю, в этом плане будет разве что немного сложнее. Итак... Я подумал, может быть, какое-то продолжение будет. Нет, продолжение не последовало. Здесь по-прежнему Бордино пытается... Килл Реца напрягать. Старается... Гонять его таким образом, чтобы тот экспу не получал. Не сильно это хорошо у него получается. Магнус уже второго. Пока тоже дела идут замечательно. Ферстблат забрал. Деньги есть. Купил уже себе сапог. Сапог. И забрать его будет невероятно сложно. Теперь даже втроем. Эмбер. Пока страдает немного. По крипам мы видим тоже... Самую малость отстает. Но это все не страшно. Но с другой стороны, к шторму-то еще пачка приходит. Так что шторм может значительно так оторваться после того, как крипов подвышка подобивает. Главное, умело это делать. Пакт временем третий сейчас получит. Саппорт и инфеймос пока не совсем понимают, что им делать. Они вроде как бегают по лесам. Но вот стаков я не наблюдаю каких-то нигде. Эмберу тоже не получается пока помешать. Да и пак стоит очень вальяжно. Чувствует себя прекрасно. Баунтихантер. Левел 2. Телепорт у него есть. Летит он именно на нижнюю линию. Возможно, снова как-то Рубика попытаются подцепить. Теперь все-таки есть вторая арба. Но у Рубика есть телекинез. Поэтому, если что, сумеет кого-то замедлить. Остановить. На топе Магнус левел 3 получил. И просто укатывается. Понимаю, что шансов поймать его нет. Никто за ним даже не пойдет под вышку. Это естественно. Баунтихантер. Пока только левел 2. Но зато есть уже Джинада. Баунтихантеру нужно как можно быстрее получить уровень 6. Таким образом. Наверняка более активно будут играть СГ. Но другой вопрос. Когда он его получит. Наверняка книгу ему оставят. Вряд ли это Бэйн. Этот предмет будет покупать Пак. Вот 3 героя вроде как. И хотят. Хотят на него напасть. Но не получается. Зато на миде получается напасть на Шторма. И тот без своего уровня 6 не способен пока убегать. А вот сейчас Пака подцепить нет. Шейкер уже далеко. Магнус. Просто хватает руны. Получает экспу. У Магнуса дела. Наверное на порядок хуже чем у Пака. Мы это видим и по крипам. 10-5 против 3 на 0. Ну и опыта. Получает побольше. Пак да и стоит. Всегда. С полным здоровьем. Никто ему не мешает. Есть колечко. Маленькое на реген. Поэтому может себе позволить немного даже побыковать. Где-то потерять часть здоровья. В любом случае восстановит его. Шторм. Много урона получает. Здесь Шейкер. Не знает об этом Эмбер. Этим можно воспользоваться. Отхиливается Шторм полностью. И нет. Не будет ничего. Баунти Хантер. Продолжает гулять. Ну вот третий. Почти четвертый. Умудрился получить. Также хватает лесные уроны. И. Когда там у нас. Стычка. Произойдет очередная. Пока 0-2. Хороший ганг от Баунти Хантера. Дважды сработал. И можно крипа подрезать например. Нет не хочет. А подрежет. Но сначала подрежет Рубика. Нет. Крипа не забрал. А вот Рубик за этого крипа погиб. Здорово сыграно в очередной раз. Хвалит своего тиммейта. Липоса. И снова Шейкер. Стоит в позиции. Ну теперь. Шестой уровень. Есть у одного Спирита. Второй пока похвастаться таким не может. А значит. Если придет какой-то Баунти Хантер. Если успеет прийти. Но это вряд ли. Сейчас пачка крипов погибает. Хотя Баунти Хантер рядом уже. Со вторым Тосом. Но нет. Катапульта сейчас. Будет уничтожена. И шестой левел. Эмбер. Шторм взял. Зато пошли искать Магнуса. И Магнус вот этого может не ожидать. Он думает. Что Баунти Хантер гуляет где-то в других местах. А Баунти Хантер вместе с Бэйном должны разбираться с Магнусом. Без вариантов. Четвертое безответное убийство для SG Sports. Начали за здравие. И уже 2000 ведут. Это пока до треков. Вообще не стесняются SG брать вот таких вот героев. Опять мы не увидели в их исполнении, к сожалению, Спирит Брейкера. Если выйдут в финал, то завтра, ну, за три минимум карты, я думаю, точно увидим. Если, конечно, не забанят его соперники. Также сегодня мы узнаем имя и второго полуфиналиста. Поэтому не ложимся спать. Доты будет сегодня много интересного. И за Тим Тако я советую понаблюдать. Это ребята очень веселые. Липоса будут пытаться убить. Фиссура. Ну, там есть Арба, если что, улетит. И Липоса уходит пешком. Солринг также есть. Фейзы уже есть. У Липоса все прекрасно. Еще и 25 крипов умудрился убить. Десембер находит Шейкера. И нужно, нужно. А, ну, нет щитка. За счет этого нужно дольше бить. Бить в основном ручками. Ну, или вот так. Два фрага зарабатывают на разных частях карты. В очередной раз убили Магнуса. В очередной раз убили Шейкера. Три тысячи уже ведут. Я не знаю. На прошлой карте, вчера говорю. На прошлой карте я сказал такую мысль о том, что если какая-то команда выиграет сейчас, то она может сорвать своего соперника с разгромным счетом и очень быстро на карте второй. Ну, пока загадывать не будем, но потихонечку все к этому и идет. Если сейчас сумеют набрать много денег, а это можно сделать при таких активных героях, то тогда будут огромные трудности. Здесь Баунти Хантер. Ну, заходит под вард. И Баунти Хантер. Фисурка. И не хватает. Нет, хватает. Хватает. Буквально три пикселя бы еще прошел и жил бы Баунти Хантер, но нет. Хотя, опять же, можно было бы подальше полететь, цепануть его шальным каким-то уроном. В любом случае, первое убийство есть для Infamous. Это уже хорошо. Руна Хасты. Та руна, которую Эмбер любит, наверное, больше всего на свете. С Хастой ты просто бьешь, бежишь и убиваешь. Ему необязательно для этого иметь огромное количество артефактов. У него скиллы настолько сильно дамажат. Первые минуты игры, что ни одного героя невозможно отпустить. И у нас пауза небольшая, к сожалению. Ну ладно. Пауза так пауза. Давайте посмотрим, что там по предметам. Пока есть. Мидас есть уже у Арквардена, который вылетел уже Мидас. Ну вот он только недавно прилетел, сразу же был заюзан. 8 минут позади. Есть Мидас, есть 500 голды. И сейчас деньги будут зарабатываться. Если сноуболом, повторюсь, пройдутся. Если там 3-4 убийства с треками сумеют заработать SG, то там преимущество с 3000 возрастет за считанные минуты. Там до 5, до 6 и более. А это уже много для подобных минут. Здесь Баунти Хантер Хастуг не взял, а все равно бежит камеру на помощь. Там Магнус поблизости, ну и очень рискует здесь. Рисковал Эмбер, должны его наказывать и не уйдет, конечно, отсюда. Но это прям настолько было отчаянно. Я все понимаю, Эмбер Спирит блокирует там магический урон и так далее, но не настолько же наглеть. Манки Кинг. Посмотрим, насколько этот Манки Кинг будет крут. И что собираются сделать с Аркварденом. Ребята из Infamous. Пока Аркварден сносит вышку в одиночку. Очень быстро, очень много у него денег. Я думаю, пора Нетворс открыть, а там мы увидим, конечно, первую строчку его исполнений. Пак занимает позицию под номером 3. И Эмбер тоже рядышком не отстает. А вот мы видим, Магнус относительно Пака проседает более чем в два раза. Нападение на Манки Кинга вот так. А, ну с Эмбером можно. И Бейн также поблизости. Нашим фраг не стоит стилить. Очередной фраг для SG 2-7. Убили Керри. Смогут ли таким же похвастаться Infamous? Как мы видим, нет. Даже планов у них никаких нет на этот счет. Просто пассивненько фармят. И вот убийства свои зарабатывают исключительно из-за наглости самих SG. Дважды под вышкой выходили и на центре и подставлялись. Снизу ломают вышку сейчас Пак вместе с Эмбером. Эмбер может быстро расправиться с крипами либо отвести их. А Пак пока поковыряет этот Тауэр. Их крипы напротив подойдут сейчас совсем скоро. И Рубик. Ну Рубика можно на самом деле цеплять даже так. Просто пешочком на ноге и не угадал. Просто не угадал. Вот это было здорово. И улетит. Возможно да. Улетает блестяще сыграно сейчас Рубиком. Там тем временем нашли Баунти Хантера. Ну вышку тем не менее заберут. Может быть и нет кстати. Нет. Магнус сейчас с крипами туда подойдет. Можно Швайн пойти кстати отпить у Пака. Эмбер у Пак у Ману как-то восстановить. А может быть и не будут. Там тем временем у Арквардена Элшторм начинает появляться потихоньку. Думаю совсем скоро. Он у него появится и тогда еще быстрее будет пушить еще быстрее будет фармить. Так что нужно с этим что-то делать. я просто сейчас сижу размышляю вообще когда собираются останавливать экономику как-то Арквардена и вообще собираются ли возможно считают что на хайграунд к ним не зайти. В какой-то степени они правы здесь кстати через дасты Шторм в соло уничтожает беднягу Баунти Хантера снизу ну вот возможно первая будет реальная вылазка на Арквардена есть Стан есть Ликинес РП также будет вот оно РП Бэйн не знает с какой стороны подойти Фиссур не мог обойти и вот теперь когда потрачены большая часть способностей можно и понаглечь ну вот такое было РП первый блин комом точно в актив нельзя его записать все как-то тоже сумбурно урона-то не хватает все герои низкого уровня и так конечно никого не убьешь а вот Баунти Хантер в очередной раз будет погибать Шторма хватит тому маны и слип нужно дать не успевает с секундой ранее и все бы было круто но нет и Бэйн почему-то остался да потому что Пак здесь вместе с Аркварденом и просто ручками добивают Шторма можно также убить еще и Рубика Рубик тоже погибает Йонку прощай и вышку наконец-то заберут SG ну наверное Баунти Хантер в разме на двух героев это то что нужно плюс Баунти Хантер уже давно был шестого уровня он уже бросает свои треки на всех кого можно но вот по-моему Шторма под треком убили и тем самым уже 5000 ведут SG классно классно они играют на второй карте вопрос вызывал этот Баунти Хантер но пока все вопросы отпадают сами собой другой вопрос будет ли он полезным если игра затянется на 60 на 70 минут как в прошлый раз но что-то мне подсказывает что нет игра так долго не должна продлиться а если продлиться то он может остаться бесполезным там уже деньги не такую важную роль играют там важную роль будет играть Reverse Polarity первое его использование было так себе Шейкер под треком красивый трек такой можно еще на кого-нибудь повесить Эмбер врывается и будут убивать Рубика как мы видим теперь Шторма также под треком Шторм и все-таки Шторм уходит Шейкер даже не подставился но за счет того что его видно Эмбер все равно продолжает свою охоту трек обновили нужно 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 забирать тот даже ХСЛМ потратил снова ультимейт важный ультимейт в никуда абсолютно Monkey King вот и его появление мы увидели Эмберу в идеале бы отсюда уйти но вряд ли у него получится и в ответ необходимо забирать Эмбера и делают это ребята из Infamous 2 в 1 по итогу если смотреть на всю драку но даже с меньшим количеством убийств SG выигрывает ее по деньгам за счет треков еще и Магнуса где-то отыскали Bounty Hunter нашел свою очередную жертву уже левел 8 у него есть Арканы деньги зарабатываются и что-то судя по всему летит к нему да да летит урна очень неплохо Bounty Hunter 6 строчку по Networce занимает ожидаемо обгоняет всех саппортов ну и Магнуса также решил оставить позади Шейкер есть Dreamcoil дальше дальше Эмбер подходит но может не хватить ему хотя нет судя по всему не отпустят отсюда Шейкера Bounty Hunter поблизости нет поэтому все без трека минус Магнус Магнус по-прежнему без Даггера 15 минут уже позади у Магнуса все чудовищно плохо такой Магнус может быть очень ну просто юзли с персонажем если мы сравним с той же Энигмой в прошлой игре герои в какой-то степени идентичны похожи и у них одинаковые задачи обеспечить команде хорошее использование ультимейта чтобы те за это время поубивали но только Энигма может сплитпушить Магнус же бафает для более быстрого фарма тиммейта но вот Энигма отличается от Магнуса тем что она может стоять на сложной линии даже один в три может уходить в лес с самого начала может лишать вражеского керри лишних денег а вот Магнус подобным похвастаться не может и совсем плохой старт может в итоге сильно сказаться на итоговом результате здесь видно Магнуса Баунти Хантер такое чувство что вообще страх потерял и заходит уже так далеко Шторм его дважды уже ловил в одиночку у Шторма Бладстоун совсем скоро будет но вот у Шторма ну вот цепанули и хороший врыв от пака Сайленсон вешает но не хватает дэмэджа ни по тому ни по второму хотя нет убили убили все-таки прошу прощения Магнуса но отомстили Баунти Хантеру здесь Рубик здесь Рубик не жилец Рубик прощай очередной минус очередные три минуса по итогу там еще Шейкера где-то зацепили но все это было без треков в этот раз хотя бы здесь ну вот так можно убивать через Финс Грипп с легкостью избавляются и от Шторма кому совсем немного остается накопить на Бладстоун главное не умирать потом чтобы не было у него совсем уж мало зарядов и все это время игра происходит без участия Арквардена он занимается своими делами он фармит он зарабатывает деньги он отрывается уже на три с лишним тысячи от ближайшего преследователя и команда его введет уже девять здесь Манки Кинг по трекам Эмбер вместе с Баунти Хантером ну наверное силят легко достаточно Манки Кинга и очередные деньги и очередные деньги по трекам самое главное посыпались Инфеймос ничего не скажешь им будет очень сложно вернуться в эту игру можно безусловно набор героев позволяет но невероятно сложно у меня опять вопросы к Манки Кингу почему он почему не взять что-то более простое для исполнения и в то же время не менее эффективное таких героев с десяток можно набрать и они будут ничем не хуже итак чем ответят Инфеймос теперь трек на Рубике Рубик до свидания очередное убийство очередное убийство под треком как же много они зарабатывают уже десятка преимуществ вот 11 уже 500 золота просто на ровном месте за обычного саппорта с худшим нетворсом с тысячей нетворсом ну прям совсем тотально сейчас доминирует SG ну и вот они вот ответ на вопрос почему они взяли баунти хантера себе взяли и играют с ним невероятно круто напомню SG прошли открытые квалификации Инфеймос же были приглашены на эти квалы на закрытые сразу SG очень близки к финалу очень хотят они там оказаться но там всего лишь один шаг одна лишь Best of 5 серия отделяет их от поездки в Германию в случае победы сейчас конечно ни в коем случае не хороним и пока их соперников РП ужасное перед смертью снова ничего не сделано урона нанесено ноль пак врывается еще за шейкером но дальше не пойдут зато снесут тир 2 13 тысяч после этой вышки те кто поставил сейчас на SG наверное с удовольствием смотрят за происходящим ну это уже наглость пак ворвался на шейкера Эмбера конечно убили а шторма не зацепят далеко Климер Кейп также есть у Бэйна уже здесь тем временем два героя гуляют по лесам снова все это происходит без Арквардена он уже с Мелниром у него уже 12 с половиной тысяч общей ценности итак огромная проблема у Манки Кинга Манки Кинга нужно убивать и убивают РП нет как мы видим Эхослема также нет и не хватает урона зато хватает по шторму не хватает урона ни по Эмберу не хватает урона ни по остальным там вообще его не было нанесено 15 тысяч преимущества после этого если догонят Рубика то это наверное 16 будет есть трек да 16к ну а далее сносить Тир 2 получается получается все сейчас абсолютно ОСГ ничего не получается у их соперников 16 тысяч на 21 минуте вот он Баунти Хантер наверное благодаря только одному герою вот из этих 16 тысяч тысяч 7 заработано может быть поменьше ну примерно так Шейкер может встретить свою смерть потому что Эмбер рядом и Пак также рядом и Фисурка конечно откинулся но это не спасает липост на паке конечно выглядит гораздо увереннее чем на Энигме нашли еще и Рубика прошу прощения что пропустил ну и теперь ломать Тир 2 все здорово делают СГ вот прям любуешься игрой этой команды реально парни знают что они делают не зря они выступали в Киеве не сумели они пробиться на Интернешнл но сезон длинный и время у них еще будет и шанс заработать свою путевку у них также еще появится не один раз я думаю мне вот кстати интересно насчет ну очки понятно я так понимаю очки же позволяют заработать прямой инвайт правильно я к тому что все равно мы все 6 квал увидим на Интернешнл то есть в любом случае команда из Южной Америки будет на Инте как бы там сколько бы очков они не забрали даже если по нулям а очки влияют именно на прямые инвайты тут другой вопрос сколько тогда команд попадет на Интернешнл через вот эти очки и прямые инвайты и сколько команд пройдет с отборочных что-то мне подсказывает что не меньше половины по количеству набранных очков будут отбираться ну ладно об этом все равно будет еще много сказано нападение на Манки Кинга нашли его здесь Манки Кинг со своим Баттл Фьюри не боеспособен абсолютно 7800 у него Нетворс в 2 раза он отстает от Арквардена даже более чем в 2 раза 20 тысяч уже преимущество откуда они берут эти деньги вот было 16 уже 20 сейчас можно убить а тут Баунти Хантер еще прилетает и убьют Шейкера 21 тысяча Шторм уходит Бэйну бы что-нибудь на мобильность какой-то форстап хотя бы тогда бы он сумел цепануть возможно Шторма там бы Эмбер подтянулся не случилось этого хотя бы немного отдалили очередную гибель одного из своих героев колоссальное тотальное просто преимущество никаких аутов пока не видно для Инфеймос только та самая теория идеального замеса РП Хаслэм в идеале убить всех без Хаслэма чтобы на второй заход он остался либо убивать всех через полный прокаст и молиться чтобы за 2 минуты никто не подошел к базе ну как-то так это должно выглядеть других аутов абсолютно нет он уже Бэйн обгоняет Магнуса что-то до смешного доходит это не Инфеймос плохи это очень хорошие SG команда играет просто увереннее чем их соперник они знают как использовать каждого из своих героев они регулярно берут Бэйна вы часто видите Бэйна вообще на прост сцене мне кажется не очень здесь Шейкер врывается и вот он тот самый замес возможно РП было да было в пустоту к сожалению там по-моему Даггер был сбит у Магнуса ну это катастрофа полнейшая но в любом случае двоих убили жалко только что настолько важную способность потеряли на ровном месте в любом случае тысячу отыграли вот как-то так движется этот график вот здесь небольшой скачок был на пару сотен голды ну и вот последний крюк все остальное это только стрелка вниз в пользу SG эти парни уверенно идут вперед к своей победе Пак вырывается нагло немного поднимает себя шейкер уйдет манкикинг уйдет все ушли ну и все есть время передохнуть немного инфеймос там у шторма кстати появится блокинг бар вот это очень важный момент с блокинг баром можно и пожить в драке можно и выиграть драку пока она была 5 в 2 там 4 в 2 но не 5 в 5 вот 5 в 5 интересно будет посмотреть у Пака в свою очередь тоже с экономикой все здорово естественно вторую строчку он занимает совсем скоро будет Хекс у Бэйна ничего нет ну вот хочется хочется Бэйну наверное купить какой-то форстаф но денег абсолютно нет приходится ему тратить все свои сбережения на покупку расходников Баунти Хантер же уже основательно так оделся и как мы видим уже приближается к Манки Кингу здесь в Солар Кварден практически забирает Рошана но он добьет его в любом случае и минус Рошан все очень четко итак SG имеют 21 тысячу преимущества Winfamous нет по факту ничего сейчас кроме БКБ на шторме из такого важного ну вот Battle Fury оно не сильно помогает в драке оно помогает фармить а вот для драки этот артефакт просто дает небольшую прибавку к урону очередной раз нашли Шейкера загулял по-другому не скажешь кстати не забываем что Эмбер все это время был без слотов есть Вейл и все я так понимаю к нему летит Радианс там еще и Рубика нашли опять под треком фраги штурм улетает или нет ничего не летит или летит все-таки Радианс да ну не мог он просто за 27 минут вот это нафармить всего лишь Аркварден с диффузами с Милниром с Хрикен Пайком ну такой прям набор у него уже 20 тысяч имеет 20 тысяч ну вот просто на одного лишнего героя имеется ввиду 23 тысячи преимущества из них 20 тысяч нитворца у именно этого персонажа здесь нападение на Рубика ну Рубика конечно не отпустят и снова это будет по трекам здесь Шторм пытается вместе с Манки Кингом избавиться от Бэйна и получается у них это сделать будет ли продолжение драки может быть и хочется но как цеплять Шторм по трекам притягивает к себе это был Аркварден как же быстро решили от него избавиться а вот БКБ на Манки Кинге тоже может многое пришать пока 2 в 1 там Магнуса еще по пути забрал а ну и Шейкер заберут забрал Эмбер Шейкер также погибает ну и дальше погоня за Манки Кингом показывает где он находится есть Димберчейн и ой господи Димберчейн вы поняли уже заговариваться начинаю ну и что заход на ХГ это что было ага полетали возможно хотели вот этого парня отправить отдохнуть но не забываем что у него есть Аегис и так просто с ним не справишься а он кстати уже ломает сторону и Пак занимается тем же самым сверху но Пак это делает в разы медленнее появится через считанные секунды большая часть героев инфеймос продолжает продолжает пушить вышки Аркварден там тем временем снизу крипы потихоньку толкают линию и инфеймос будут ли что-то делать пора наверное что-то делать так и бараки можно потерять без боя вы и так проигрываете 37 тысяч либо сейчас либо уже наверное никогда 27 тысяч на 30 минуте фантастика самое забавное что вот 30 тысяч есть преимущество и вот только сейчас приблизились к хайграунду казалось бы по игре что настолько все круто 35 на 11 счет ну все в вашу пользу но вот только сейчас приблизились а значит умело инфеймос пресекали какие-то подходы к хг неплохой литимейт от Манки Кинга но не хватает демеджей вот он Магнус наконец-то не дают ему привести героев к себе и Магнус очень битый Магнус будет погибать хороший хаслэм по четверым и сразу же минус 2 делают моментально и Бэйн также отправляется в таверну и Эмбер очень страдает но тем не менее драка казалось бы так хорошо была проведена команда инфеймос все равно не выигрывается ими Магнус байбэк и РП было хорошее но привести не смог и хаслэм потом был еще круче вот сейчас привозят Аркварден Аркварден здесь два героя помогают Магнус снова бедняга погибает также погибает и Шторм ну и Шейкер конечно должен отправиться отдыхать точно так же как и вот товарищи по команде 33 тысячи преимущества минус 4 сделали по итогу и остается дело техники пятого добивают остается дело техники добить просто вторую сторону за то время пока все остальные герои врага помимо Шторма который появился еще отдыхают здесь Шторм и все таки убивает серия из 10 убийств была это достаточно много много денег не получится сейчас Шторм Спирит но и его за это наказывают вот мы видим полторы тысячи при том что погиб полторы тысячи зарабатывает Шторм и у Шторма теперь 3200 есть и Байбэк давайте посмотрим Байбэк у него так же есть пока тратить не будут пока только одна сторона упала на самом деле не все потеряно еще вот не все нужно провести такую же драку как была предыдущая только улучшить ее совсем немного Магнус конечно бедняга но вот насколько же он не знаю даже как это сказать в очередной раз вот он погибает насколько же он чтобы не обидеть и игрока и вообще ситуацию беспомощен что ли да наверное самое подходящее слово здесь один в один драк за счет того что отомстили Бэйну и нашли так же Баунти Хантера еще на несколько секунд за счет того что Аркварден до сих пор в таверне отдаляют свое поражение Инфеймос дают они понять своему врагу что игра еще продолжается вы почаще так ошибаетесь почаще умираете и отдавайте по полторы тысячи и все будет у нас здорово не хотят сдаваться Инфеймоса ну и понятно SG тем временем нужно просто подождать и совершить возможно последний поход в сторону базы врага конечно этот сумасшедший Аркварден со своим сплитпушем со своим количеством денег какие-то невероятные цифры показывает нам по всем показателям 34 минута 25 тысяч у него ближайший преследователь на десятку отстает но это не алхимик все-таки это не антимаг это Аркварден безусловно он фармит тоже быстро но не быстрее же алхимика правда еще бабочку будет покупать себе если игра до того момента продлится а может быть и продлится кто его знает вот сейчас возможно последняя драка возможно это только начало так скажем большого камбэка и игра продлится еще очень долго файт за файтом будут выигрывать инфеймос желательно большой плюс для себя но если конечно их керри не будет страдать и вот это хороший был прокаст и убьют двух героев и пака и эмбер спирита а вот как-то так и там преимущество посмотрите уже 5000 отыграли а они всего лишь нажали по две кнопки два раза прыгнули на даггере и нажали по ультимейту забрали двух коров Аркварден один там не сделает ничего вот это да просто 5000 четырьмя кнопками это был дубль один так скажем посмотрим сколько раз еще повторится подобное не хватило тогда SG не знаю секунд 15 времени чистого чтобы они сумели снести вторую сторону теперь за счет этого у инфеймос появляется шанс подарили они надежду себе и своим болельщикам наверняка многие поддерживают эту команду у себя в Южной Америке наверняка есть кто и поддерживает ее у нас в регионе но скорее по части ставок большая часть таких людей именно в этой встрече не говорю про вообще какую-то фанатскую базу вряд ли она еще есть это все вопрос времени когда-нибудь у Южных Южноамериканских команд появятся фанаты в большом количестве тогда когда они выйдут на уровень всего остального мира может быть через годик может быть через два может быть через пять но этот момент может наступить исключать нам это ни в коем случае нельзя ладно 18.44 36 минут позади первый заход первый из последних заходов SG не удался и Infamous имеют надежду по-прежнему нужно повторить повторить до победного то же самое что они сделали двумя минутами ранее пак далеко эмбер далеко да все далеко в принципе хотят Рошана забрать SG понимают что без Рошана вот такая еще одна ошибка и игра может повернуться вообще в другую сторону а здесь нашли Рубика минус Рубик пак уже настолько много даминжа наносит что ничего не боится 24 левел у него он и так денег заработал миллионы уже но когда он получит 25 может быть даже не будет брать талант на деньги себе кто его знает здесь врыв на пак а пак еле живой вместе с магнусом пак блинкаут есть шторм успеет ли долететь и шторм да не успевает не хватает маны ему здесь тем временем манки кинга финс грипп манки кинг погибает то чего нельзя было делать Infamous они к сожалению сделали им наверное не стоило выходить с базы риск пока не оправдывается и байбак есть от манки кинга и ломают вторую сторону прямо сейчас SG и сломают ее без боя шейкер очень далеко его там пак вообще преследует и убивает его в одиночку пока пока Аркварден сносит своими копиями вторую сторону а теперь они пошли еще и бить Рошана они даже шрайны мне кажется не очень хотят бить это не так много им дает вообще ну вот этот шрайн полезно будет сломать просто потому что Рошан не очень далеко и чтобы ТП не могли сделать враги есть снесенный шрайн ну а далее Рошан убили Рошана пойдут теперь заканчивать эту игру скорее всего ну вот ультимейты появятся вот-вот и соответственно ничего им не мешает больше делать на карте нечего идти что-то сносить нет возможности все строения уже разрушены кого-то убивать ну чтобы убивать нужно увидеть кого-то на карте но соперник заперся на базе все только один путь только по верхней линии можно еще по сплитпушить Арквардену более делать нечего и сейчас будет возможно ключевая драка как же обидно что инфеймос вышли с базы что они бездарно так отдались безидейно сейчас они сами усложнили себе шансы было преимущество 28 тысяч сейчас оно составляет 37 и они сами себя загнали в это положение там тем временем шторм сражается против Эмбера и очень больно в данный момент двум героям уже погиб по Манки Кинг погибнет сейчас и Магнус Шейкер естественно отправился в таверну также он не дал Хаслэм Гудгейм пишет Лео Стайл и это победа команды SG Sports поздравляем их они выходят в гранд финал квалификации ну не за 20 минут но в любом случае очень уверенно с самых первых секунд SG захватили это лидерство и не отпустили его до окончания этой встречи 2-0 поздравляем их а я сейчас напоминаю что игра следующая стартует так я сейчас скажу точно проверю поступила ли какая-то информация вроде как нет ничего не изменилось и игра стартует только лишь через 20 минут во-первых назначена она по крайней мере по расписанию во-вторых мы переходим я сейчас скажу переходим ли и если да то на какой канал одну секунду одну секунду буквально да ребят мы переходим с вами на канал ESL RUHUB Dota 2B то есть вы просто в строке поменяете букву C на букву B и там уже продолжим смотреть за вторым полуфиналом и я рекомендую его посмотреть потому что там играют ребята из TeamTag я об этом говорил уже на трансляции они крутые они веселые они постоянно берут MIPO спасибо за просмотр в любом случае увидимся с вами еще на том канале ну а пока подписывайтесь на Twitter ссылочка есть в описании стрима там вы меня сможете найти ну и ожидаем через 20 минут продолжим смотреть ну и Продолжение следует...